Медиатек 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 Кроме того, в качестве модели используется HD разрешение 720p или 1280х720p. Если не принимать во внимание не очень высокую детализацию, то используется здесь очень качественная IPS матрица с великолепной яркостью 400 нит, и прикрыт этот экран стеклом Gorilla Glass 3-го поколения. Теперь поговорим о конструкции, которая на Zenfone 2 принципиально другая. Корпус имеет закругленную форму, а толщина от 10 мм по центру сужается примерно до 4 мм по краям. Конструкция органов управления очень сильно напоминает таковой от компании LG. Но вероятно для того, чтобы Asus не упрекнули в плагиате, здесь под объективом основной камеры находится только качель громкости, а кнопка включения находится по центру верхней панели. Решение это, на мой взгляд, достаточно спорное, потому что с учетом длины корпуса в 152 мм, каждый раз тянуться до кнопки включения на верхнем торце не так уж и удобно. Гвоздем же программы является процессор, на котором работает это устройство. Дело в том, что 550-я младшая модель уже использует 64-битный 4-ядерный Intel Atom Z3530, работающий на частоте 1,3 ГГц. Кроме этого, будет доступна версия на Atom Z3560, частота которого составит уже 1,8 ГГц, и тот и другой имеют графику PowerVR 6-го поколения. В зависимости от версии будет разниться и объем оперативной памяти. Это может быть либо 1 ГБ, либо 2. Постоянные три варианта – 8, 16 и 32. Также приятно, что крышка здесь съемная, и под ней есть слот для установки карточек microSD. Аппараты поддерживают установку двух SIM-карт, причем поддерживается сеть LTE, а встроенный аккумулятор имеет емкость в 3000 мАч. На используемых здесь камерах я предлагаю остановиться чуть попозднее, потому что здесь есть что показать, а сейчас мы переходим к 551-й модели. Вот это модель ZE551ML, которая внешне выглядит практически так же, но начинка отличается довольно серьезно. При той же диагонали здесь используется уже Full HD разрешение с плотностью 403 точки на дюйм, IPS-матрица, та же самая яркость 400 нит и стекло Gorilla Glass третьего поколения. На 551-й модели тоже используются процессоры двух типов, и, если так можно выразиться, младший для нее является старшим для предыдущей модели. Это Z3560, работающий на частоте 1,8 ГГц. В такой конфигурации количество оперативной памяти аппарату полагается 2 ГБ. Но у Asus есть еще совсем флагманская версия, она использует Intel Atom Z3580, который работает уже на частоте 2,3 ГГц, и вот с этим процессором идет уже 4 ГБ оперативной памяти, и пока еще я не встречал ни одного смартфона, который бы нес столько оперативки на борту. Эта модель тоже умеет принимать две сим-карты, и, конечно же, есть поддержка LTE. А емкость аккумулятора, так же как и у 550-го, составляет 3000 ммч. И, кстати, аккумулятор этот не литий-ионный, а литий-полимерный. Беспроводные модули и там, и там представлены в виде трехдиапазонного модуля Wi-Fi, Bluetooth и совмещенного GPS GLONASS. Правда, старшей модели 551-й еще полагается и NFC. А теперь поговорим о камерах. Фронтальная имеет разрешение 5 Мп, апертуру 2.0, и достаточно широкий угол 85 градусов, что очень неплохо для селфи. Задняя камера не может похвастаться супервысоким разрешением. Оно здесь 13 Мп, но здесь есть двухцветная светодиодная вспышка, а также фирменная технология Asus Pixel Master. В самой компании говорят, что этот сенсор может принимать в 4 раза больше света, чем сенсор обычного смартфона. И для демонстрации здесь установлены даже специальные боксики, в котором стоит новый Zenfone 2, а здесь предлагается поставить ваш собственный смартфон. Что, собственно, я сейчас и сделаю, и в качестве подопытного будет никто иной, как Sony Xperia Z3. Несмотря на то, что картинка в видоискателе не отличается высоким качеством, если мы произведем съемку, то итоговый вариант будет принципиально иным. Вообще основной упор в камере делается на отработку автоматических режимов, поэтому всегда на экране горит значок авто. Но как только камера определяет, что можно изменить сцену, например, съемка в условиях плохого освещения, либо HDR, как в этом случае, загорается в соответствующий значок и предлагается пользователю выбрать нужную опцию. Несмотря на то, что Asus говорит, что использует в своих аппаратах сенсоры от Sony, я не знаю почему, но результат здесь получается более интересным. Возможно, все дело как раз в доводке и программных настройках. Новый ZenFone уже работает под управлением Android 5.0 Lollipop. Здесь есть удобные иконки с крупными значками переключения различных функций. В качестве программной оболочки используется и фирменный интерфейс ZenUI, а в настройках есть даже специальный пункт для обновления только элементов ZenUI. В целом интерфейс, конечно, очень быстрый и оболочка просто летает. Хотя ничего другого от такого процессора и такого объема оперативки, конечно же, я и не ожидал. Остается добавить, что линейка ZenFone 2 воспринимается Asus как более высокая по сравнению с первым ZenFone, а значит, что и цена, скорее всего, будет повыше. Хотя разработчики уверяют нас, что сделают все максимально возможное, чтобы остаться именно в рамках невысокой цены гаджетов. На этом сегодня все. Я благодарю вас за то, что смотрите Маба Айлам Хо. До свидания.